Всем привет! Солнечного острова Тенерифы. У нас на эти дни жарко. Причем говорят, что это жара аномальная. Очень редко бывает такая жара на протяжении нескольких дней. Жара здесь это 32, 34, 36 градусов. Очень жарко, потому что лавна высокая. Реально очень жарко. На острове Велопальма там вообще возгорание, лесные пожары, более тысячи очагов возгорания. Это тоже аномальное явление. То есть видите, в этом году и вообще последние пару лет очень много аномальных явлений везде по всей нашей Земле. Вот поэтому... Ждем, когда закончится жара. По идее... Почему я открыл фенестр? Почему я открыл фенестр? Почему я открыл фенестр? Что ты делаешь сегодня? Терри? Да. Мой там, я всегда открыл фенестры. Все, но я открыл фенестры. Да? Да. Вчера просто ездили с друзьями, и один у нас вдруг постоянно открывает окна. Хотя в машине кондиционер, но ему этого недостаточно, ему нужен ветер. Я оставил открытое окно на ночь, только сейчас заметил. что я говорила. Да, так вот, жара, это у нас еще это неделя. Потом начнется вроде нормальная температура, 26, как обычно. Едем сейчас. Я еду свои волосы возвращать на место, наращивать. Вот. Походила немного с моими. Поняла, что в принципе можно ходить с ними. И через три месяца, когда нужно будет опять что-либо делать с волосами, я их, скорее всего, сниму. И больше не буду надевать, пока похожу с такими волосами. Может быть какую-то завивку сделаю, потому что мне не идут вытянутые волосы, прямые. Что? Сложки. Сложки, сложки, и я оставлю свою дом. Нужно не задуматься. Я оставлю меня на вашу дом. Я оставлю много времени. Я оставлю себе две часа или два-два. Я оставлю себе. Поэтому мне не идут очень вытянутые волосы. вот и волосы совершенно мне не нравятся вообще очень редко, кстати, кому они идут вот, и у меня так это вообще голова становится маленькая почему мне есть три, что не нравится в общем, нехорошо, мне нравится больше пышность, живенько живенько, если живенько, то лучше вот, это значит волосы, это будет последняя вещь, от которой я откажусь в плане услуг бьюти индустрии первое, от чего я отказалась, от ресницы вот уже год как я их не наращиваю, мои ресницы восстановились, я купила 3D туш крашу сейчас их они выглядят достаточно нормально конечно, не так красиво, как наращенные, но в принципе терпимо просто, что приходится окраситься вот маникюр, педикюр я отказалась, потому что здесь просто я не могу найти нормального мастера я не знаю, сколько еще нужно перепробовать мастеров, чтобы кого-то найти, я поняла, что это дело бесполезное, после семи попыток понимаете не хочу, даже пробовать не хочу пыталась купить здесь маникюрный набор, чтобы делать самостоятельно дома, потому что ну есть какие-то инструменты дома, но не все не хватает лопатки нигде нет нигде здесь нет они даже не понимают о чем я говорю я пытаюсь объяснить не понимают то есть, понимаете, здесь вот даже сам процесс делания маникюра он отличается лопатка здесь никому не нужна блин, вообще ну, чтобы утикулы, понимаете поднять вот эту кожицу поэтому маникюр, педикюр пока подвис в воздухе ну и все волосы остаются красить куплю краску профессиональную буду красить дома сама пока еще с нарушением не похожу в парикмахерскую а потом буду сама красить в общем, вот такая ситуация у нас с этим делом здесь они просто очень разбалованы туристами потому что туристы постоянно знаете, текучка приезжают, уезжают жаловаться никто не будет вот, и они здесь не привыкли работать на совесть качественно может быть, сейчас их чему-то научат отсутствие туристов потому что реально если хороший мастер у него всегда есть люди, да а к плохому одного раза достаточно чтобы потом не возвращаться ну так вот такие, в принципе, новости пока переключаюсь потом, может быть, еще о чем-нибудь расскажу все, еду я из парикмахерской сделали мне волосы нарастили выстригли вытянули в общем, такое ну, все, да последний раз я их наращиваю потом сниму через три месяца ну, сейчас, конечно объем, длина конечно, что это намного богаче чем мои собственные но надо привыкать ходить со своими волосами не нравится как мне вытягивают мне больше нравится вьющиеся но буду сама завевать сейчас такая мода ну, все пока-пока всем до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч Продолжение следует...